Итак, друзья, сегодня у нас радостное событие. Мы заканчиваем наш годовой цикл чтения Торы. Сегодня нам предстоит прочитать и просмотреть, о чём написано в последней главе всей Торы. И мы знаем, что у нас послезавтра заканчиваются осенние праздники, и после них начинается чтение Торы по-новому. И так каждый год заведено в еврейском государстве. И сегодняшняя глава называется «Везот Абраха», что означает «вот благословение». И эта глава делится условно на три части. В первой части это непосредственно благословение, которое Моисей произносит коленам Израилевым. Вторая часть, которая описывается смерть Моисея. И третья часть, преемник Моисея. И в прошлый раз я упоминал о том, что Моисей произнёс благословение на все колены Израиля. И вот написано так. «Вот благословение, которое дал Моше, человек Божий, сынам Израиля перед своей смертью». То есть мы видим, что Моше завершает свой жизненный путь, земной путь с благословением. И называется он «человек Божий». А в Библии, вообще в Торе, человек Божий — это всегда пророк. То есть то благословение, которое произнёс Моисей, оно отчасти пророческое. И часть этого благословения, я уже упоминал в прошлый раз, которое относилось к колену Иудина, исполнилось в нашем Господе Иисусе Ишуа. И написано так. «И сказал Бог, и сказал Он, Бог от Синая пришёл и показался им в сиянии от Сиира, показался от горы Паран и явился из среды десятков тысяч святых, а справа от Него пламя закона для них. Любит Он племена святых своих, что в руке Твоей и поверглись они к стопам Твоим, произнося слова Твои. Учение заповедовал на Моше, наследие, общине Якова». И тут вот первые слова, которые он говорит, что Господь пришёл от Синая, указывает на то, Синая — это первое место встречи Господа с человеком, место, на котором Господь заключил завет с человеком. И именно на этом делает свой акцент Моисей, начиная своё благословение коленом Израилевых. И он тем самым подчёркивает, что Бог должен оставаться всегда на первом месте в жизни народа Божьего. И мы говорили, что каждому из колен Моше дал особое благословение, предсказав будущее, предсказав их взлёты и падения. И, как я уже упомянул, что многие из этих пророчеств исполнились в Иешуа, в частности, «Услышь, Господи, глаз Иуды и приведи его к народу его». И точно эти слова исполнились во время смерти нашего Господа. Дальше написано о смерти Моше. Написано так, «И умер там Моисей. Время и место, когда должен был Моисей, умереть, а поделил сам Господь». И написано перед этим, что Моисей был 120 лет от роду, и он был здоров, и зрение его не притупилось, и крепость его не истощилась. То есть мы видим, что был абсолютно здоровый, можно сказать, мужчина в полном расцвете сил. Но Бог сказал ему, «Пойди на эту гору и умри там». То есть Бог сказал ему умереть, и Моисей пошел и выполнил это точно так же, как Бог сказал Иисусу Сыну Своему умереть, тем самым освободив людей от грехов. И эта глава еще знаменательна тем, что в ней заканчивается один период жизни Израиля, народа Израиля, и начинается другой. И в каждом периоде, как мы знаем, Израиль нуждался в особенном лидере. И вот следующим лидером должен был стать Иисус Навин. И что о нем пишет Тора? Написано, что Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости. То есть и все, что сказано о том человеке, который должен был возглавить народ Израиля во время его вхождения в землю обетованную, во время войн с теми народами, которые населяли эту землю, во время овладения этой землей. То есть ничем не примечательный человек, кроме того, что он исполнился духа Божьего. И мы знаем, что передача этого лидерства произошла через возложение рук Моисея. И следующая книга, Иисус Навин, начинается со слов «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву». Мы видим, что после смерти Моисея Иисус Навин вошел в свое призвание. Точно так же после смерти Иишуа для Израиля началось новое время. Как после смерти Моисея для Израиля началось новое время, и они были готовы уже войти в Ханаан, так и после смерти Иишуа. Каждый, кто принял его, должен быть готов войти в покой Божий. Аминь.